Ю-Энимал Хорошая кличка Извините за мотоциклистов, они хотят кататься Какой самый дорогой камень видели вживую и сколько он стоил? И самое интересное Мы хотим показать, как вам его сертификат Всем привет! Ю-Энимал Хорошая кличка Какой самый дорогой камень видели вживую и сколько он стоил? Мы не только видели, мы даже продавали Я вам сейчас расскажу об этом Значит, несколько лет назад у нас была очень длинная сделка Она длилась где-то полгода и в конце концов не состоялась Но сам факт, что мы принимали в этом участие Он, конечно, дал нам огромный опыт Что происходило? Был самый дорогой в мире камень на данный момент Извините за мотоциклистов, они хотят кататься В мире Это берманский рубин Там есть такое месторождение Магок Вот, если цвет по сертификату получается Глубиная кровь, это прям Самый красный оттенок красного То этот камень стоит очень дорого Значит, и мы выступали как посредники Это был рубин цвета голубиная кровь из Бирмы Он весил 15 карат То есть, вот такой вот, да, небольшой совсем Стоил он 9,5 миллионов долларов Причем, почему понадобились мы как посредники Довольно стандартная ситуация Значит, какая-то старая, типа дворянская или очень богатая семья греков Хотели его продать Они его когда-то раньше купили или как-то получили, да, в какие-то годы А богатые индусы хотели его купить Но у богатых людей всегда есть такая проблема Ну, часто, да, или такой нюанс Не у всех, но есть Греки говорили, что если вы хотите купить камень Приезжайте к нам домой, смотрите, нравится покупать Не нравится, уезжайте, да Индусы говорили, что мы никуда не поедем Тут вообще главное мы Потому что мы покупатели Покупатель всегда прав Везите камень к нам домой, показывайте Если нам понравится, мы купим А нет, нет, все И как бы свободны То есть они, между собой договориться, не смогли категорически вообще Это все еще, знаете, часто усугубляется Когда владельцы или покупатели, или владельцы А бывает, что и те, и другие люди пожилые Сильные в возрасте И интернетами пользоваться не умеют Да, то есть они даже снять видео камни, например, не могут В данном случае нужны как раз посредники Дело в том, что Верона Она всегда умеет очень грамотно вести эти переговоры И у нас действительно ушел на переговоры полгода То есть мы потихонечку, потихонечку Очень медленно, поэтапно Тратя часы и недели на телефонные переговоры, на переписки Мы смогли добиться того, что обе стороны согласились встретиться в Гонконге То есть греки привезли этот рубин в Гонконг И индусы прилетели с деньгами тоже Ну как, понятно, что не с наличными А с какими-то картами, да Банковскими в Гонконг Как это происходит дальше? Во-первых, транспортировать как-то Камень ты же не можешь положить в карман Камень, который стоит 9,5 миллионов долларов И с ним куда-то вылететь Тебя могут убить, ограбить, обворовать Все что угодно Отравить, кофелин подсыпать Есть ради чего, да То есть сумма такая серьезная На дом Ну или как правило это хранится Или где-то в семейном поместье В каком-то мега супер сейфе Да, не знаю, там в подземном Или это хранится в банке Скорее всего это хранилось в банке Поэтому в банке в Греции Вызывается специальная служба То есть это дяди, которые ездят на броневиках С автоматами, в бронежилетах, в касках Они транспортируют всякие ценные вещи По всему миру Например, есть такая компания Называется Малкамид Есть такая компания Называется Феррари Это та самая Феррари, которая делает еще и машины Да, они оказывается занимаются такими вещами Вот они приезжают в назначенное место Берут этот камень И привозят его в Гонконг Там привозят его в банк В банке специальная комната Туда сложно зайти То есть нужно пройти несколько этапов защиты Проверок Там стоят автоматчики Это все стоит денег То есть вот эта транспортировка туда-обратно Вышла, мне кажется, 24-25 тысяч долларов Я сейчас могу уже ошибиться плюс-минус немножко Просмотр платный То есть вот прийти в эту комнату Посмотреть камень и выйти Тоже стоит денег Эти индусы заплатили Если я ничего не путаю 2800 долларов Они заплатили Пришли, посмотрели его Сказали, мы посоветуемся Вышли Через сутки они с нами связались Сказали, что мы хотим еще раз его посмотреть Еще раз заплатили 2800 долларов Опять посмотреть Сказали, нам нужно подумать И больше они с нами на связь не выходили Ну то есть камень им чем-то не понравился Или возможно они нашли другое, более интересное предложение Но как бы ясно, что мы не заработали Потратили кучу времени Но сам факт, что мы, во-первых, вышли на такой уровень игры То есть нас уже знают игроки такого уровня Это, конечно, огромный плюс для компании И то, что наше имя где-то засветилось В такой игре Это, конечно же, большой бонус Ну и для нас очень интересный опыт Мы летали туда, в Гонконг Присутствовали при этом в просмотре И со всеми вытекающими Еще интересная история Вы любите такие истории, я знаю У нас практически на руках Есть сапфир Его вес 150 карат Он очень крутого цвета Royal Blue Там есть очень характерные включения Которые называются зона роста Такой, как шелк, полосочки такие В данный момент это пока не подделывается Или если подделывается, то очень сложно Этот камень На него есть очень дорогой сертификат Только сертификат Смотрите, стоит 9 тысяч долларов Только сертификат, не камень У меня в руках уникальный камень Кашмирский сапфир Весом 150 карат И самое интересное Мы хотим показать, какой у него сертификат Это целая книжка С фотографиями камня С фотографиями подробными Макросъемку включениями внутри С рассказом про Кашмир Такой сертификат стоит 9 тысяч долларов Есть версия По крайней мере, вот данная компания Сертификат, который вы сейчас видите Она показала по включениям Что это сапфир из Кашмира Кашмирские сапфиры, синие Самые дорогие синие сапфиры в мире Я вам скажу так, что этот камень Стоит больше 10 миллионов долларов Дальше цену разглашать не буду Вот опять же, мы являемся его Официальными продавцами Почему? Потому что, как и в предыдущей истории Его владелец, человек в возрасте С интернетами, он не особо Как бы понимает Он не знает даже, как его перемещать Как его доставить в Гонконг Как его продавать Вот, собственно, он нас Мы ему предложили Значит Продавать Что мы будем продавать его камень И он согласится Если вам интересна его цена Вы инвестор Вы можете написать мне на WhatsApp Я вам, кстати, сейчас хочу рассказать Как это вообще происходит Вообще, как правило Именно владелец старается Свои данные нигде не показывать Почему? Понятно, что со всего мира Его завалят просто любопытные вопросами А сколько он стоит? Снимите видео Снимите другое видео Покажите другой стороны А снимите его на просвет И он только и будет делать Что 10 лет будет снимать Эти люди никогда не собирались покупать камень И просто хочется посмотреть И все Даже мы с нашим уровнем Через это проходим То есть мы подаем камни среднего уровня Вот Как происходит Вот что нужно делать Чтобы даже цену узнать Как это принято Сначала Вы пишете Письмо о намерениях То есть вы пишете Здравствуйте Я такой-то, такой-то Хочу узнать цену Потому что Предположительно Я являюсь покупателем Потенциальным Я хотел бы приобрести Этот камень Это называется Letter of Intents То есть письмо об интересах Скажем так Вот Потом Вы должны Составить второй документ Который называется Proof of Funds Это по-русски Доказательство платежеспособности То есть Это или фотография наличных Там будет лежать бумажка На которой будет написано То, что мы скажем Я уже об этом говорил Этот прием используется Довольно часто В нашем бизнесе Или это какие-то Выписки со счета Скрины С карточки Что у вас есть Действительно эти деньги В этом случае Мы это все Передаем водительцу Он все это анализирует И он говорит Да, хорошо Давайте с этим человеком Вступим в диалог И вот тогда уже Мы пишем цену Вступаем В какие-то переговоры Говорим там О том Где будет и как Проходить сделка Снимаем камень С разных сторон Как человек попросит Да Делаем возможно Другой сертификат И все-все остальное То есть Вот как эта кухня Выглядит изнутри Самый дорогой камень Который в данный момент Мы держали в руках Это как раз Вот этот сафир Дороже в руках Мы пока ничего не держали Из такого замечательного У нас еще был в руках Эфиопский Изумруд Довольно интересная история Изумруды всю жизнь Добывали в Калумбии И собственно добывают Да, их там очень много Но Так как Очень-очень-очень Много лет А можно сказать Веков И вот Добыча в Калумбии Была единственной в мире Они Цены свинтили Просто до небес Вообще То есть Я считаю Что это неоправданно дорого Потом Потихонечку Появились Африканские изумруды Но они похуже качеством Поэтому они стоят дешевле То есть Они более темноватые Более буроватые Там часто встречается Включение угля И не так давно Была довольно интересная история Была добыча аметистов Вот у меня тут машина приехала Потерпите Была добыча аметистов В Эфиопии Она иссякла Шахту собирались Уже закрывать И Уже буквально там Чуть ли не в последний Рабочий день Копнули А там оказались Довольно красивые Очень крутого цвета И качества изумруды Значит Вот У нас бы прямой доступ К владельцу Этой добычи И к первым изумрудам Которые оттуда выкопали Вот такой изумруд Он стоил 2 миллиона 200 тысяч долларов И кстати Его довольно быстро продали Это вот наверное Из самого крупного И дорогого Из того что было у нас в руках Вот Я надеюсь Я ответил на ваш вопрос На сегодня я думаю Все У нас уже почти темно Спасибо большое Пишите еще вопросы Приходите Спасибо Продолжение следует... Спасибо за субтитры DimaTorzok